МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С приходом зимы наши предки ждали наступления главных и любимых зимних праздников. Это время называлось святками. Святки включали в себя три праздника – Рождество, Новый год и Крещение. Святки по представлениям наших предков были особым, пограничным временем, когда уходил Старый и приходил Новый год. Уходило всё плохое, и была надежда, что Новый год будет лучше и счастливее предыдущего. К святочному времени было особое отношение. В эти дни было запрещено работать. С утра 24 декабря по старому стилю, накануне Рождества, из дома выносили все принадлежности для работы и орудия труда. И до Крещения ни один из предметов в доме не должен был находиться. Работать было строжайше запрещено. В селах нашего края говорили так – пока вода не освятится, нельзя даже топор в руки брать. После того, как мы перешли на новый календарь, на Григорианский календарь, значение святок утратилось. Сейчас святки начинаются вечером 6 января и длятся до Крещения, которое сейчас мы отмечаем 19 января. И мы потихоньку утратили то самое значение святок – особого волшебного времени, которое припадает на конец старого года, начало нового года. А для наших предков как раз эти святочные вечера обладали вот таким волшебным содержанием, поскольку в это время считалось, что происходит как бы, ну, некоторая, скажем так, говоря современным языком, символическая перезагрузка. Старый год уходит, стирается, рождается Новый год, приходит, наступает новое время, и человек в это святочное время может повлиять на то, какой, скажем так, запрограммируется Новый год, каким он будет. На святочное время припадает много ритуальных действий, которые осуществлялись для того, чтобы Новый год был более богатым, благополучным и успешным. К выполнению обрядов относились очень строго и старались придерживаться. Итак, начало святок, 24 декабря, вечер накануне Рождества. Богатый свят вечер или богаток утя. Дом вычищенный, прибран, вся семья в сборе. Ещё днём дети заносили в дом сено или солому, выстилали в святом углу, раскладывали эту солому из сена. И когда заходили в дом с этой соломой, дети должны были квахтать. Квахтали для того, чтобы цыплята водились, чтобы куры в следующем году хорошо водились и несли много яиц, были здоровы. Солому, которую вносили в дом, это была тоже, скажем, непростая солома. Это была солома, которую получали после того, как обмолачивали зерновые культуры, которые выращивали в нашем крае, пшеницу, рожь. И, собственно, они были связаны с полем, с плодородием и являлись символами плодородия. Но сами наши предки говорили, объясняли это следующим образом. Поскольку Иисус Христос родился в вертепе, вот той самой пещере, в которой содержались животные, и, естественно, в этой пещере было очень много сена и соломы, и новорождённого Иисуса Христа Дева Мария положила в ясли на солому, то вот разбрасывая, укладывая солому в святом углу, наши предки как бы воссоздавали вот ту самую рождественскую атмосферу. В дом заносился дидух, то есть сноб соломы, собранный последним на поле во время сбора урожая. Дидух, с одной стороны, символизировал урожай прошлого года, который должен был быть не хуже и в наступающем году, то есть это был своего рода символ будущего богатого урожая. Но, с другой стороны, само слово «дидух» указывает на связь с предками, старейшинами рода. Считалось, что умершие предки на святки приходят в свой родной дом, чтобы посмотреть, как живут потомки, и незримо присутствуют на рождественском вечере. Рождественский вечер проходил в очень торжественной атмосфере. Наши предки старались задобрить вот те духи умерших, должны быть задобрены, накормлены, чтобы заручиться их поддержкой вот в том самом Новом году, который вот-вот должен был наступить. Традиционный рождественский ужин состоял из 12 вегетарианских блюд. На столе обязательно должны были быть кутя и узвар. По народным поверьям, кутя — старинное поминальное блюдо, которое символизировало тело Христова, а узвар — его кровь. Само приготовление рождественской пищи, традиционных блюд для рождественского ужина представляло собой своеобразное гадание. Например, из сохранившееся до сегодняшнего дня блюдо традиционную кутью с мёдом, маком, орехами, а также узвар, компот, который варили из различных засушенных ягод, эти блюда сохранились и сейчас. Приготавливать их нужно было обязательно в новой посуде. Варили их в новых горшках, причем само приготовление кути представляло собой гадание. Хозяйки наблюдали. Если в горшке сваренная каша поднимается над уровнем горшка и получается такая высокая горка, это было хорошей приметой, предвещало богатый урожай, высокие стога сена в поле. Ну и в то время, если каша уварится и не поднимется, это было плохой приметой. Кутью и узвар торжественно вносили в дом и сначала ставили на Пакуте, в Святом Углу, рядом с Дидухом. В слабожанских селах на Рождество хозяйки также обязательно варили борщ, который старались приготовить густым, с разнообразным количеством продуктов. Как говорили, для того, чтобы в поле густо было. Выпекалось также большое количество хлеба. Хлеб накануне рождественского ужина складывали горкой на столе. И обычно старший в семье, чаще всего отец, садился за этой горкой и спрашивал детей, ну что, дети, видно меня? А дети отвечали, нет, отец, тебя из-за хлеба не видно. Ну и отец отвечал, ну дай Бог, чтобы и в следующем году меня из-за хлеба не было видно. Наши предки считали, что произнесение этих слов способствует тому, что в следующем году семья получит богатый урожай в поле. И традиция эта сохранялась также очень долго. Произнесение вот этих волшебных слов накануне рождественского вечера. Рождественский ужин проводили в кругу семьи. За столом старались не шуметь, так как считалось, что в этот момент рядом с членами семьи присутствуют души умерших предков. После окончания рождественского ужина обычно со стола не убирали. Наши предки считали, что души мертвых питаются паром от кутии, узвара, от хлеба, и до утра нужно было оставить накрытый стол. Рождественский ужин называли богатый святвечер, хотя это был последний день перед окончанием рождественского поста. То есть все эти блюда должны были готовиться без использования мяса. Тем не менее, этот стол должен быть богатым и передавать идею богатства. Богатство передавалось не только тем, что блюд было много. Например, кутью обязательно заправляли маком. Маковые зернышки тоже были символом плодородия, символом богатства. Их невозможно сосчитать, их было настолько много. Ну и кроме того, мак издавна считался оберегом. Наши предки считали, что если где-либо рассыпать мак, то нечистая сила начнет эти маковые зернышки пересчитывать, естественно, пересчитать их невозможно. И ничего плохого за то время, которое отводится нечистой силы на активные действия, за это время ничего сделать не может. Поэтому и в куть юного рождественского добавляли всегда очень много мак. Несмотря на то, что блюда должны были быть постными, хозяйки радовали своих близких богатым выбором. Были разнообразные пироги, блюда из фасоли, чечевицы, гороха, тушеные овощи. Рождественский ужин символизировал богатство и благополучие семьи в следующем году. Но все-таки не каждая семья могла позволить себе приготовить 12 блюд, пусть даже вегетарианских. Поэтому вполне полноценными блюдами рождественского стола считалась даже вода, налитое в чашку, и соль в солонке. После окончания ужина обычно дети относили кутью и узвар своим крестным и обязательно повивальной бабке, которая принимала роды у матери. И дети дворы, как сейчас принято, тогда не обходили. И обычно старались вернуться домой как можно скорее. А вот с веселыми ватагами уже поздно ночью, в рождественский вечер или иногда в вечер после Рождества дома обходили молодые люди. Молодые люди собирались в большие компании, человек по 20 и больше исполняли калятки, песни, которые были посвящены рождению Иисуса Христа. Но обычно они завершались просьбами юмористического характера о вознаграждении, требовали кусочек сала, денег, колбасы, хлеба. Ведь за исполнение каляток, калядовальщиков обычно хозяева вознаграждали. Наши предки считали, что исполнение таких песен приносит удачу, счастье в дом, и поэтому калядников нужно было одарить. Главным символом, с которым калядники ходили с дома в дом, была звезда. Это было напоминание о Вифлеемской звезде, которая указала путь волхвам к новорожденному Иисусу Христу. Эту зерку изготавливали у себя дома. Вот группа молодых людей брала обычный деревянный шест, к нему прикреплялась деревянная сита, эта сита обтягивалась цветной бумагой, в центре сита ставилась свечкой. Вот так получалось, скажем, такое нехитрое приспособление, рождественская зерка, с которой калядовальщики обходили дворы и исполняли песни. На следующий день, в день после Рождества, дома обходили им маленькие дети, которые читали стихи обычного религиозного содержания, и детей, которые исполняли эти стихи, также одаривали мелкими монетами, сладостями, пряниками, иногда специальным печеньем, которое пеклось специально к Рождеству. Существуют различные версии происхождения обряда калядования. По одной из них слово «каляда» происходит от названия Нового Года у древних римлян, по другой – от славянского слова «кола» – «круг». Тематика калядок была различной, в них присутствовали религиозные темы – светские, шутливые, также пожелания благополучия и хорошего урожая. Когда оканчивалось Рождество, святочное время продолжалось, через неделю наступал Новый Год. Под Новый Год были популярны различные гадания, так как считалось, что при переходе Старого Года в Новый можно заглянуть в будущее. Девушки гадали о свадьбе и женихах, семейные люди – о богатом урожае и благополучии семьи. Также в селах обходили дворы и щедровали, посевали хозяев зерном – пшеницей, ячменем, просом, рожью. Щедровальники становились на пороге дома и кидали зерно в святой угол, приговаривая «на счастье, на здоровье, оруды Божьей жито, пшеницу и всякую пашницу». По смыслу, щедровки были схожи с рождественскими калятками, но чаще всего в них все-таки преобладал светский юмористический смысл. Через неделю после Нового Года наступало крещение – последний праздник святочного цикла. Вечер накануне крещения назывался «Голодная кутя», «Голодный свят вечер», в противоположность рождественскому ужину, который назывался «Богатый свят вечер». В «Голодный свят вечер» также готовили блюда, не используя мясо, хотя рождественский пост уже был завершен, и как бы запрета есть мясо не было, тем не менее «Голодный свят вечер» также должен был постным. В этот вечер также варили кутью, пили узвар, но в этот вечер уже провожали святки, это был последний святочный вечер. В этот вечер хозяин семьи приглашал Мороз в дом, говорил «Мороз, Мороз, приходи с нами вместе ужинать». Ну, естественно, никто не отзывался, после этого говорил «Ну, не идешь, так не приходи к нам ни на ярки, ни на горбузы, ни на всякую родню овощ». И после этого вся семья приступала к приему пищи. Ну, а после того, как все поели, старший в семье говорил «А ну-ка, хлопцы, давай-то кутью прогонять». После этого молодые люди, мальчишки, хватали палки и начинали шуметь. Выскакивали в отопор, начинали бить палками по стене дома и особо шумели в том самом углу, где находилась кутя, узвар и сноб дидух. Они стучали в этот угол дома и под этот стук хозяйка обнимала из святого угла горшок с кутей, кувшин с узваром, убирала дидух и при этом говорила «Гать кутя спу кутя, а узвар еды на базар». Завершались святки обрядовым действием на реке. Утром все село собиралось возле реки, где во льду в форме креста вырубалась прорубь, которая называлась Иордань. Священник служил в службу, во время которой погружал крест в прорубь. После этого считала, что вода в реке освящена. Во время погружения креста наши предки стреляли из ружей, также производили очень много шума. И делалось это для того, как объясняли, чтобы волки в стае не собирались и людям не вредили. А затем священник набирали обычно эту воду из реки, которая по представлению наших предков приобретала волшебные свойства. Священник обходил дворы крестьянские, этой свеченой водой окроплял ворота. На воротах рисовал крест мелом, но этот крест хозяйки сразу же стирали. Объясняли, что делали это для того, чтобы куры хорошо неслись. И обычно после того, как вся семья возвращалась с речки, во дворе разводили костер, в этом костре жгли дедух и через костер этот прыгали. Считали, что огонь, который получался при сжигании дедуха и соломы, которая находилась в доме на Рождество, этот огонь делает людей сильнее, делает их крепкими и здоровыми. Ну и кроме того, в тех селах, где не сжигали таким образом дедуха солому, эту солому подкладывали в кормушке скоту, подкладывали в гнезда птицы. И также это делалось для того, чтобы животные были здоровыми, крепкими, не болели, и птица хорошо неслась, и рано выводились цыплята. После крещения праздничное святочное время заканчивалось, и наши предки начинали жить обычной будничной жизнью. С надеждой, что земля даст хороший урожай, а корова-кормилица много молока. Женщины наткут полотна и оденут всю семью в новые одежды. Болезни в новом году обойдут стороной, а в семье все будут здоровы. И все плохое и недоброе останется позади. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова